всем привет ребята мальчишки и девчонки и так значит наступил у нас месяц март и появился у нас новый герой месяца вот такой вот дядечка зовут его леонардо да винчи такой товарищ у всех на слуху да все знают что это за мужик как бы очень умный всякой дичи натворил он там свое время ну и давайте смотреть собственно говоря такое же получилось ли герой чтобы соответствовало да тому мужику которым он был действительности и так это у нас синий пятачок пятачок синий универсальный гений обозвали его так наши косоглазые друзья ну пусть будет так и так значит у него класс следопыт сумрачный ловчий он может игнорировать всякие оборонительные бафы да и приколюхи и наносить урон через них да то есть там будет эта контратака там повышенная броня всякие приколы которые ослабляют ульту и так далее ну и вот он может с помощью своего вот этого навыка это все дело обойти и нанести урон но в принципе не самый дурной класс может быть когда-то он и поможет может когда-то и сработает много ладно идем дальше у него есть пассивка снижение так когда это герои используют специальный навык существует 50 процентов вероятности снизить защиту всех врагов на 35 но тут ошибочка перевода снижает он не защиту а атаку да ну как видно по вот этой вот картинки мечик со стрелочкой вниз снижает он атаку ну как бы тоже тоже так неплохо может быть где-то это изрешает 35 процентов все-таки это немалый показатель на всяких там атакующих если пойти вражин то в принципе может и где-то зайти но и вот этот вот 50 процентов вероятности она да она так и есть примерно поиграл я им немножко покатал его погонял поюзала и попробовал ну и да примерно где-то 50 процентов так и есть до снижает он атаку врагам всем и еще одна пассивку у него есть ну понятно что ему самому нельзя средства так ну как бы это тоже такой небольшой маленький плюсик да ну скажем так что где-то прямо зарешать совсем я думаю что это пассивка конечно же не сможет ну да ладно есть и она и бог с ней пусть она есть так давайте значит смотреть по характеристикам вот этого бородатого мужика в кепке и так по показателям атаки брони и жизни довольно таки у него все прям хорошо тут 790 атаки прям на стоковых параметрах прям нормально нормально если его еще двинуть на эволюции там эмочками ему атаки дать то я думаю где-нибудь под 1000 атаки ему там 950 тысячи наверное получится в принципе довольно таки годный будет показатель так как от герой атакующий мы там и потом с вами все изучим почитаем то я думаю качать его исключительно в атаку и в жизнь как бы броня ему вообще них силу не городу ну так если там по пути по ветке талантов там может быть пару раз где-нибудь встретиться вот этот талант на броню ну как бы пусть будет но так в основном конечно атака жизни герои больше атакующего плана мы давайте читать чего он умеет собственно говоря делать скорость маны у него высокой это уже хорошо очень даже нормальным высокая скорость маны это всегда плюс но и так наносится ли триста пятьдесят процентов урона но такой скажем не дошло ну честно честно говоря как бы везде сейчас там за четыреста пятьдесят там да по четыреста сорок процентов лупит некоторые товарищи но так как он на получается бьет в одного ну как бы триста пятьдесят процентов по сравнению со всеми остальными шутерами ну скажем так такой очень заниженный показатель урона могли бы конечно ему и побольше побольше ему дать но видимо зажали китайцы сказали что типа и так ты слишком хорошим отец так ну и читаем дальше случайным образом передает рассеиваем и положительные эффекты цели союзникам за каждое переданное усиление носит 200 процентов урона случайному противнику может передать до четырех усилений статуса и так это значит что он у нас будет играть в роли диспелла то есть если на цели у нас висит какой-то баф любой абсолютно будь то там атака броня на бурманы защита от всякой херни и прочее прочее лабуда вот до четырех вот этих вот бафов наш леонардо да винчи может снять и распределить это рандомным образом на своих союзников ну и плюс по 200 процентов урона за каждый снятую скажем тогда плюшечку но забегая вперед скажем так что если на цели не висит никаких усилений то это будет просто 350 процентов урона то есть никаких дополнительных плюшек мы ни хрена не получим ну такое себе ситуативное очень дело надо будет выбирать на цель однозначно в кого стрелять в кого лупить чтобы максимально там да забрать своровать всякие положительные приколюхи и чтобы их на своих ребят каким-то образом повесить но опять же они будут вешаться совершенно случайно что как бы тоже воля рандома она пути его неисповедимы скажем тогда мы хер его знает на кого всякие приколы может повеситься ну да ладно смотрим дальше герой и ближайшие союзники получают 28 процентов к набору маны четыре хода ну тут опять китайцы закрысили могли бы как бы и всем союзникам да как бы дать ну а чего нет только как бы соседи получают 28 процентов набору маны остальные получают нихрена так себе плюс-минус скажем так вроде и неплохой навык но только соседям ну скажем так недоработка маленькая ну и последний пункт у него связь стихии стандартная такая штука дает всем героям льда 5 процентов атаки и 5 процентов обороны ну это практически у всех наверное героев есть связь стихии такая но не знаю насколько сильно она влияет на ход боя ну пусть она будет ну вот так вот почитали мы описание посмотрели на детка ну и погнали смотреть в действии как он чего он умеет чего он может и чего он умеет снимать и так вот у нас значится есть такие цели вот есть у лупи на ней висит вот этот вот рогатый шлем ультуем до винчи вот шлем мы он забрал себе и нанес один урон сайкассе и один урон получила у лупиха вот теперь есть у нас один да с тремя бафами повышенная атака и защита от всяких приколов по мане вот мы лупанули до винчи все с него сняли и соответственно талян аид получили эти баф да ну и три плюхи дополнительных разлетелось в разных врагов также вот смотрим здесь есть у нас синяя бабище по центру объем в нее с тремя бафами не смотрим что сейчас еще до три дополнительных плюхи получают враги и с нее все мы сняли и распределилась это все благополучно между нашими ребятами ну и видим что атака атака подрезалась всем врагам вот как раз этот 50 процентов случаем как раз таки и вот сработал да видим и но теперь берем берем шипа есть у него один не снимаемый навык да вот это вот свиток с зеленой и вот этой вот штучкой с его ну и смотрим да вот свиток не снялся атака опять же всем срезалась и два бафа мы у него украли вот то о чем я говорил если на герои нету никаких бафов то это просто шот в никуда скажем так какой маленький маленький тычок ну берем а например мы также латесу да со своими щитами и с ее приколюхами он там вот виде молнии да например на ахиллесе и мы видим что щит мы сняли а молния такие все таки осталось ну как бы нормально нормально так диспелла работает все вроде четко но теперь давай посмотрим что будет у нас с косямбой как бы висят его щиты лупанули мы в санта муэрто и получилось что один щит мы украли на аида как раз таки срезалась у нас атака до прошел это 50 процентов шанс и вся атака перенеслась на моих пацанов поэтому надо быть немножко повнимательным с косямбой и наверное не стоит его брать до винчи этого самого дам на команду где будет стоить стоять к с ну и посмотрим вот есть у нас ангри сдаст своим режимом духа ну и естественно естественно до винчи с него ничего не заберет что и требовалось доказать ну и смотрим как работает пассивка слон ультанул он у нас режет броню ну и видим что до на до винчи сработала пассивка сопротивление атака ему не срезалась на аиду итали ну как раз таки досталось ну нормально нормально пассивка работает все хорошо ну и резюмируя все вышесказанное и увиденное значит что можно сказать об этом персонажа это у нас получается такой слабенький шотер диспел да то есть он снимает с одного врага практически все его положительные бафы хорошо или это или плохо но наверное все таки больше хорошо потому что синих диспелов наверное у нас в игре не так уж и много так вот прям на скажем так да на первый взгляд могу только двух я прям вспомнить сразу ну и вот это вот конечно может их быть в гораздо больше я сейчас это могу их и не вспомнить но но диспелл синий он в принципе я думаю сыграет нормальную свою роль но это будет персонаж скорее всего больше для атакующей команды как бы в защите я думаю что ну наверное он будет не очень себя хорошо показывать потому что наверное им нужно все-таки управлять нужно сначала прицелиться в ту цель в которую мы хотим забрать у нее те бафы нужные потому что в защите то он будет конечно бить рандомно и может лупануть естественно из того кого надо ну и где его мы можем использовать да ну опять же да это пвп естественно это рейды всякие шахты ему войны в атаке он я думаю что найдет свое место как бы герои все-таки не самый плохой не самый донный и класс у него вроде этот этот самый до сумрачный ловчий вроде не самый хреновый конечно но на всякого рода там событиях на всяких башнях я думаю что конечно есть герои по интересней по профит ней которые будут выдавать больше урона и больше пользы приносить команды да ну и на титана естественно ну особо смысла его брать конечно нет но если только у вас больше вообще никого нету ну как бы да он может может и пригодится ну а так есть куча целых синих шоттеров да которые будут гораздо интересней ну и как то так как то так получается ну думаю я что где-нибудь на четверочку так 4 с минусом наверное даже получился герой все таки все таки четверку наверное просто за то что это синий диспел быстрый быстрый синий диспел но как бы все остальное что он там по 200 урона наносит там набор маны все это не очень будет значительно я так думаю и не сильно повлияет на ход боя ну вот такой вот такое мое мнение ребята об этом герое если мое мнение вам понравилось и видос был вам интересен то прожимайте палец вверх подписывайтесь на канальчики ну и будем будем продолжать еще пилить всякие видосики разные ну и наверное все всем спасибо за внимание и пока пока до новых встреч